Время новостей на телеканале Северстудии. Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Коммунальное предприятие Наринмара готовится к зиме. За короткое северное лето необходимо привести городскую инфраструктуру в порядок. Мусорная реформа в окружных поселениях. В селе Оксино строят площадку, на которой в скором времени появится специализированное ангарное сооружение для временного хранения ДКО. Несмотря на пандемию коронавируса, охватившую все страны мира и все регионы России, многие северяне не готовы жертвовать своими летними отпусками, выбирая наиболее популярные курорты Турции и Краснодарского края. И в начале выпуска информация об эпид-обстановке в Ненецком округе. По данным на 23 июля, лечение от коронавирусной инфекции получает 285 человек. С учетом девятерых выздоровевших за последние сутки, прирост пациентов с диагнозом COVID-19 составил 22 человека. На лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 267 человек. Еще у 18 пациентов диагноз заболевания COVID-19 был подтвержден результатами исследований методом иммуноферментного анализа. Стационарное лечение получают 70 человек, амбулаторное – 215. На учете в управлении Роспотребнадзора состоят 637 человек. Уже на 30 человек больше, чем накануне. Напоминаем, в поликлиниках города Наринмара и поселка Искатели с 22 июля временно отменены плановые приемы. Пациентам с симптомами острых респираторных заболеваний, повышенной температурой и плохим самочувствием медицинская помощь будет оказываться амбулаторно. Для этого необходимо вызвать своего лечащего врача на дом по телефону единой регистратуры. Подать заявку на льготный рецепт можно с 15 до 18 часов по номеру мобильного телефона, который сейчас на ваших экранах. При доставлении льготных лекарств для пациентов с хроническими заболеваниями будет осуществляться по заявке через волонтерский центр. Любую информацию о текущей ситуации можно получить на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Большая партия индивидуальных средств защиты поступила в Ненецкую окружную больницу для медицинского персонала по линии Общероссийского народного фронта. Вся партия уже доставлена в складские помещения медицинского учреждения. У нас региону пришла помощь по линии Общероссийского народного фронта. Этим занимался напрямую Юрий Васильевич Бездудный, губернатор Ненецкого округа. На сегодняшний день все поступило в достаточно больших количествах. Это является нам хорошим подспорьем. Ни копейки мы на это не потратили. Все это по линии благотворительности. Поэтому у нас прямое взаимодействие с Общероссийским народным фронтом, которые на сегодняшний день, конечно, очень помогли округу. В Ненецкую окружную больницу поступило полмиллиона трехслойных масок, 100 тысяч однослойных, 10 тысяч защитных костюмов для работы врачей и среднего медперсонала, а также 2,5 тысячи одноразовых перчаток. Данная помощь для нас довольно-таки значительная, с учетом того, что сейчас расход средств индивидуальной защиты повышен. Потому что и у скорой помощи вызова увеличились, и у стационара. Мы сейчас количество врачей и среднего персонала привлекаем больше. Поэтому, в принципе, средства индивидуальной защиты нам очень нужны. Они очень кстати и очень вовремя нам пришли. Но это еще не все. В ближайшее время в окружную больницу поступит 2000 литров дезинфицирующих средств, которые крайне необходимы в работе ковидных отделений. У нас следующая партия достаточно большая, идет из резервного фонда правительства Российской Федерации. Тоже абсолютно бесплатно. Ожидается, что в федеральной партии средств защиты также поступит в Ненецкую окружную больницу 3 миллиона медицинских масок. Василий Хатанзийский, Владислав Носкин, Телеканал Север. С 21 июля в Ненецком округе открылись посты эпидконтроля в аэропорту Наринмара и в трех сельских поселениях Неси, Оме и Пёше, имеющих прямое авиасообщение с Архангельском. Эпидконтроль вводится также на причалах барж, прибывающих из Коми республики. Решение о введении эпидконтроля было принято в связи с большим количеством привозных случаев коронавирусной инфекции из-за пределов округа. При бывающем в Ненецкий автономный округ необходимо предъявить в пунктах контроля документы об отсутствии COVID-19. Это может быть сертификат о перенесенном заболевании, который формируется на портале госуслуг, сертификат о законченной вакцинации или результат ПЦР-тестирования, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в регион. Справка о наличии антител не входит в данный перечень. Она не будет учитываться в качестве документа, подтверждающего отсутствие COVID-19. Предъявляемые в пунктах прибытия документы также проверяются на соответствие их подлинности, выявляют поддельные справки и сертификаты сотрудники ОМВД России по Ненецкому автономному округу в ходе оперативно-профилактических мероприятий. Гражданин, приобретая и используя подтверждающий вакцинацию документ, несет ответственность согласно части 5 ст. 327 ГК РФ, где предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 480 часов или арестом на срок до 6 месяцев. При изготовлении сертификата о вакцинации предусмотрена ответственность согласно части 1 ст. 327 ГК РФ наказывается ограничением свободы на срок до 2 лет либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет. В аэропорту Наринмара также организован пункт ПЦР-тестирования для тех, кто прилетел в Наринмар без соответствующих документов. Тесты платные – 1400 рублей. Оплатить их можно только по безналичному расчету. В связи с введением постов и ПИД-контроля глава региона поручил профильным ведомствам проработать вопрос о снижении стоимости услуги ПЦР-тестирования до 1000 рублей. Решение о снижении цены на услугу будет принято в ближайшие дни. В Ненецком округе продолжается подготовка к осенне-зимнему сезону. Доставка топлива в рамках опережающего северного завоза в село Нижнепечорье уже завершена. Часть энергоресурсов по морскому направлению еще в пути. Качество поставляемых в населенные пункты дров и угля в этом году на особом контроле администрации Заполярного района. Александра Литкова расскажет подробнее. На сегодняшний день речным путем все необходимые для окружных сел энергоресурсы завезены в полном объеме. План доставки угля по морю выполнен на 62%. Дров на 72%, дизельного топлива на 52%. Это связано с более поздним открытием навигации по морю. Но все находится, в общем-то, не в общем-то, а так и есть под контролем. Значит, все грузы, которые необходимы к отправке, находятся в порту города Архангельска. И будут, согласно контрактным данным, значит, исполнены и завезены во все населенные пункты. На данный момент опасений каких-то срывов нет. В этом году качеству каменного угля уделяется особое внимание. На местах его принимает комиссия, куда входят представители подрядчика, заказчика, общественности и депутаты. В частности, значит, выезжал он, представитель инженер по топливу, выезжал вниз на приемку каменного угля и дров как раз отопительных. И в Харуту, значит, там дрова, уголь и дизельное топливо. Значит, в Харуте проводилась контрольная топка, то есть топливо брались образцы, ну, определенное количество и топились котлы. Пока нареканий ни у комиссии, ни у потребителей нет. Впрочем, насколько хорош уголь, покажет очередной отопительный сезон. По северному завозу жалоб от жителей на топливо пока не поступало. Уголь и дрова к нам уже доставлены в населенные пункты. В Хангурее уголь уже развезен по жителям. В Оксино сейчас работает техника. Ну и по дровам, соответственно, жители уже начинают распиловку, готовятся к зиме. Что касается дров, то здесь, согласно ГОСТу, допускается небольшое количество древесины, которая может быть испорчена. В этом случае, как и в случае с некачественным углем, потребителям производится замена. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». За короткое северное лето муниципальное предприятие Объединенных котельных и тепловых сетей должно полностью подготовить объекты инфраструктуры к прохождению очередного осенне-зимнего периода. Елизавета Кабанова продолжит. В этом году подготовку к осенне-зимнему периоду в Наринмаре начали ещё в мае. Погода этому благоприятствовала, несмотря на то, что отопительный сезон официально был завершён только 15 июня. Кстати, за последние пять лет в текущем году было самое раннее отключение отопления. Для сравнения, в 2020 году отопительный сезон завершился лишь 6 июля. «Подготовка идёт в плановом режиме. Все мероприятия, которые намечены были, они выполняются. Периодически, вы, наверное, слышали, видели, мы опубликуем объявления об отключениях. Это, естественно, всё идёт подготовка к осенне-зимнему периоду. Ремонтируются трассы, ремонтируется оборудование на котельных». Буквально на днях не было горячего водоснабжения в центре города, поскольку в котельной номер один менялось газовое оборудование, которое обслуживает центральный микрорайон. Закончился также ремонт теплотрассы на улице Октябрьская и Студенческая. Планируется приобрести котлы для 14-й и 15-й котельных. Как отмечает Наталья Бетхер, некоторые работы проводят и в зимний период, но основная часть, например, проверка приборов учёта, всё же проходит летом. «В летний период отопление отключено. Мы как раз-таки пользуемся моментом и в это время проводим профилактические ремонты. По поводу отключения горячей воды, ну, естественно, если котельная не подаёт тепло, значит, у неё нагрузка меньше и удобнее в летний период готовить все объекты к зиме. Поэтому отключение вот именно в летний период происходит». Если не проводить такого ряда мероприятий летом, то зима может дать знать о себе коммунальными авариями. Работы в облаготовке на Ринмар к новому отопительному сезону продолжаются. Оперативную информацию по объектам можно найти на официальном сайте по КТС в разделе «Новости». Елизавета Кабанова, Атон Фудряков, Телеканал «Север». В селе Оксино построят ангар для сбора и хранения твёрдых бытовых отходов. Площадка для объекта практически подготовлена. Часть мусора собрана в специальные мешки. Тему продолжит Александра Литкова. Территория под строительство ангара на месте несанкционированной свалки бытовых отходов в селе Оксино расчищена и подсыпана. Мусор собран в специальные мешки, которые раз в неделю вывозит муниципальное предприятие «Севержилкомсервис». В Оксино организован вывоз мусора еженедельно по субботам. В Хангурии и в Каменке также. Приезжает техника, жители уже знают, когда подъедет техника, к этому времени подходят. И в большие биг-беги собираются. И пока в Оксино складируется это всё на открытой территории, а в Хангурии и в Каменке уже загружаются в ангары. В Каменке и Хангурии ангары для сбора и хранения отходов уже имеются. Ход работы по реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» в рамках поездки в Пустозерский сельсовет оценил сенатор Денис Гусев. Нам важно было посмотреть соблюдение и выполнение федерального законодательства в рамках обращения с твёрдыми коммунальными отходами. И действительно, есть такой вот кардинальный сдвиг, вывезены отходы с предыдущей свалки. И сейчас планируется строительство площадки ангарного сооружения для временного хранения твёрдых коммунальных отходов. Напомню, с 1 января прошлого года Ненецкий автономный округ перешёл на новую общероссийскую систему обращения с ТКО, согласно которой в субъекте было выделено две зоны деятельности региональных операторов. В первую зону вошли Нарьенмар, село Тельвиска, посёлки Искатели и Красное. Вторая зона – все остальные населённые пункты Заполярного района. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Животноводческие хозяйства Ненецкого округа выполнили план по заготовке кормов для крупного рогатого скота на 60% от плана. Кормозаготовительная кампания в округе продолжается. Окружными сельхозпроизводителями заготовлено более 4,5 тысяч тонн кормов с сена и сеножа. Сенокоз в окружных хозяйствах стартовал 4 июля. Скошено более 3 тысяч гектар сельхозугодий. СПК «Харпуша» заготовку кормов закончил. Они у нас передовики в этом плане, они первые справились с этой задачей. Ненецкая агропромышленная кампания и СПК «Рыболовецкий колхоз Сула» заготовили сена в полном объёме. Продолжается заготовка сеножа. Несколько отстают в заготовке кормов муниципальное казённое предприятие. В конце прошлой недели приступили к сенокозу великовисочные и пёшские животноводческие комплексы. По планам сельхозпроизводители наши должны были заготовить порядка 8 тысяч тонн грубых кормов, в том числе 4 тысячи тонн – это сена и 4 и 2 тысячи тонн – это сенаж. Сенаж заготавливается традиционно позже, чем сено. Лето – пора отпусков. Для жителей Крайнего Севера отдых в благоприятных климатических условиях просто необходим. И если раньше все беспрепятственно могли перемещаться по миру и стране, то теперь неизменным условием для отдыха становятся ограничительные антиковидные меры. Где и как отдыхают жители округа, какие меры безопасности введены на курортах, расскажем в следующем сюжете. Несмотря на пандемию коронавируса, границы с другими странами, куда можно поехать отдохнуть на морском побережье под жарким солнцем, открыты для россиян. Ситуация на рынке туриндустрии достаточно привлекательная. Граждан России принимают порядка 50 стран. Но вот попасть можно далеко не во все. Страны, куда фактически могут россияне поехать, то есть те, которые открыты властями Российской Федерации, их на сегодняшний момент чуть больше десятка. Ну, основные среди них – это пляжные направления, но в то же время есть и другие страны. Ну, то есть, например, там Армения, Белоруссия, Венесуэла, Греция. А среди пляжных направлений также есть Кипр, Мальдивы, Сейшелы, Куба, Мексика, Турция, Египет. То есть достаточно большой перечень стран. Ну, опять же, он не сравнится с тем, что было раньше. Из достаточно небольшого списка стран, где можно отдохнуть, на сегодняшний день большинство северян отдыхают на побережье Турции. Мы с ними связались и узнали, как обстоят дела на курорте. Тур в Турции у нас был запланирован на июль 2020 года, но его принесли на этот год. Два суток до вылета мы сдавали тест ПЦР, его проверяют при регистрации на рейс. При заселении в отель наши чемоданы пришли обработку. Обязательное ношение маски только в ресторане отеля и за пределами отеля. Весь отслуживающий персонал ходит в масках, а также персоналом обрабатывается вся мебель и все столы после каждого посетителя. Вся анимация работает, спортивная анимация, детская анимация, вечерняя шоу – это всё работает. Но нет дискотек. А так Турция такая же солнечная и гостеприимная. Вот так с комфортом и при этом соблюдением всех антиковидных мер отдыхают наши земляки на побережье Турции. Черноморское побережье России также пользуется популярностью у жителей округа. Мы поинтересовались, как там обстоят дела с отдыхом. В этом году мы отдыхаем в городе Анапа. По приезду у нас ПЦР-тесты попросили только при заселении. В целом отдых проходит более-менее хорошо. Погода прекрасная, море тёплое. Единственное, что есть очень много людей, которые не соблюдают ковидные меры. Ни масочный режим, ни социальную дистанцию. Кафе, клубы, бары – всё работает, но только на верандах. В заведениях ничего не проводится. Торговые центры также работают. А мы напоминаем, что жителям округа, пребывающим из-за его пределов после летних отпусков, необходимо иметь при себе документ, подтверждающий отсутствие коронавирусной инфекции, либо сертификат о вакцинации. В аэропорту Наринмара, а также в ряде населённых пунктов округа, работают посты эпид-контроля. Василий Хатанзейский, Елизавета Кабанова, Антон Водряков. Телеканал «Север». На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды.